Добрый день. За что у вас эти негодяя остановили? Разбийники вот эти. Что ты у человека документы забрал? Не забрал, он предоставил. Ну так верни его. Что он нарушил? Без ремня ехал. Без ремня ехал? Да. А ну покажи видео, где он без ремня ехал. Видео есть. Ну покажи, рассматриваю дело, поможем человеку. Видео есть. Вы же не против, если мы вам поможем? Да ну что, ну если я нарушил, ну что? А вы знаете, что такое за ремень остановить? Нет, не знаю. Ну вот пусть они вам покажут, что вы нарушили и вы ехали без ремня и вы с этим соглашаетесь, то извините, то будут страдать все люди. Ну пусть начинают розгляд справа, если вы ехали без ремня, пусть. Мы вам адвоката бесплатно предоставим. Вы знаете, что они разводом занимаются? Если у вас нету каких-то там доказательств, то не надо рассказывать какой-то... Я говорю, разводом занимаетесь. Понятные случаи. Ты должен с этим согласиться. Я с этим не согласен. Ты будешь соглашаться? Я с этим не согласен. Вот смотрите видео. Встаньте, тенелка. Ты что, на приколе? Что ты ему показываешь сзади автомобиль? Не надо рассказывать там. А ну дайте я посмотрю, товарищ полицейский. Где? Ты что, прикалываешься? А ну где? Вот, увеличивает. Где ремня? Где он без ремней? Вот ремень висит. А вы уверены, что это ремень? Ну давайте рассматривать. Я вам могу сказать, ну вот послушайте меня. Я просто этим долго занимаюсь и знаю, как они ведут себя в одной ситуации и в другую. Вот таких, как вы, будет сейчас море. И он не просто сейчас должен выписать постановление. Сейчас должен быть целый процесс рассмотрения дела. А я вам в этом помогу. Ну давайте. Давай. Сейчас мы посмотрим, насколько ты подхованный. Да посмотрим, сколько ты подхованный. Шо, шо? Да ничего. Да ты мне не тыкай. Я не тыкаю. Ты мне не тыкай. Ты давай начинай рассмотрение дела, а не выписывай постановление. Я говорю, не тыкай. Понял? У тебя два месяца для этого есть. Хитрожопый, ты посмотри на него. Чего вы себя так ведете? Я себя веду так, как ты этого заслуживаешь, понимаешь? Я сказал, что ты хитрожопый. Значит, ты хитрожопый. Я говорю, успокойтесь. Не буду я успокаиваться. Ты шо, прикалываешься или что? Я не прикалываюсь. Я тебе сказал, ты хитрожопый. Я не прикалываюсь. Ты хитрожопый суслик. Понимаешь? Я же не сказал, что ты пи***ц этого не сказал. Я сказал, что ты сильно хитрожопый. Ехали за машиной, блядь. Ехали, да. И хочешь ему вменить ремень. Ты шо, в своем уме? Поверю. Где твои брезовики на автомобиле? Посмотри. Шо, посмотри, где они, покажи мне. Я тебе не долго ничего рассказываю. Ну, ты знаешь, что в ПДД написано, что все транспортные засоби повинны бути с брезговиками. Документы заберите свои, пусть они будут у вас в руках. Не надо указывать, что человеку делать. Я ему советую, это вы указываете, кому что делать. Да мне без разницы, может быть деньги. Что же это взять? Просто вопрос. Вы не против, что я смотрю ваши документы? Да ну, ну шо значит это? Ну, смотрите шо. Когда у нас роззасправы будет? Сейчас будет. Вы спешите? Мы нет, у меня времени вагоны. Не отпусти. Не надо мне подгонять, я по базе пробиваю. По какой базе ты пробиваешь? По наису что ли? Ты хоть знаешь, что оно там такое? Знаю. Слушай, шо машина грязная, шо вы ездите как черти. Не хуже, чем вы. Да я вообще культурный человек. Чистоплотный. Очень сильно похожий. Друзья, кто не знает, это Дыргачевский разводило. Один нормальный, другой такой, ну дерзкий. Ролик про него вы уже видели. И кто не видел, выше вот здесь вот посмотрите. Люблю таких чертей снимать. Ёб твоя, а шо у тебя с резиной? Шо она, бля, лысая? Шо это такое, не понял. Шо резина лысая? Одно, бля, нормально, а другое лысое. Она поджарает. Ну он там. Когда тебе что-то кажется, ты же знаешь, что надо креститься. Мне ничего не кажется. Хорошо. Я сейчас буду улыбаться, если он сейчас возьмет и вынесет постановление. Без розгляда, без права. Но его можно сейчас именно будет отжарить. Как курицу. Выбирай выражение. Ой, извини, что я тебя оскорбил. Извини, что я тебя оскорбил. Ты же себя ведешь как чучело и все. Посмотри на себя, как ты ведешь. Да я на себя смотрю каждый день в зеркало и вижу себя классным пацаном. Хорошо, это ты себе очень большого мнения. Зато ты, когда одеваешь, ты вообще под мнением ходишь. Конечно. Когда будет у нас розгляд справы, что ты там пробиваешь? Олег Алексеевич, смотрите, можно провести розгляд справы по спрощенной системе. Спрощенного у тебя нету, я запомни это. Купап, открой, если ты не знаешь, ты ему не вливай дичь. Что не вливай? Спрощенной системы у тебя нету. Смотрите, сегодня я инспектор СРПП, ВП номер 3, круп номер 3, майор полиции, Смирнов Александр Реверс. Как он может убедиться, что ты Смирнов? Давай же, если ты хочешь покупапу, давай покупапу. Давай мы убедимся, на камеру. Я говорю, да, я убежусь, что ты Смирнов. На камеру показал. Я говорю, показывай, показывай, я говорю, показывай, я говорю, показывай, я сказал, я говорю, показывай, мусор показывай, я тебе сказал, я говорю, мусор показывай, показывай, показывай мне на камеру. Покажи, кто ты есть, мусор покажи, ты все равно покажешь, ну покажешь, вот посмотришь, ну вот посмотришь. Я сейчас усилия все предложу. 11.40.11.07.2021. С видеодоказом вы ознакомились? вам непонятно вам понятно что там непонятно я там ничего не вижу но я знаю то что давайте еще раз посмотрим там видно конкретно ремень я вам показываю висит ремень безопасности как вы определили что у него ремень безопасности висит глазами какими глазами видео каким видеодоказом на планшете ему не вливает дичи я понимаю что ты ему хочешь влить видео доказ будем еще просмотреть ты дальше продолжаем потом ну вы скажите потом мы потом нас там не упал слушал нас будет еще клопотания когда тайса будут я человеку под поверь я помогу бесплатно да не 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 надо его никуда звать дураки лишен да не будем шумы тишину делать вы послушайте его задача вам выписать постановление а моя задача еще дурной или шо и дурной ты что дурной как ты ему можешь выписать постановление без доказательств и такой я доказательства показал адвокатом воспользоваться вам нужен адвокат конечно но уже будем вызывать что нет мы не будем мы перенесем дело не переживай вы согласны но вы если согласитесь вы поймите вы будете дальше страдать нет но поверьте вы кому поверите вот этим разводил он просто шум он просто хочет у вас забрать копейку которую вы везете домой понимать а я говорю что вы больше ее не заплатить согласно или нет конечно шум в шуме человек согласно смотрите выносим постановление ты ему дал воспользоваться юридической помощи как отказался смысле он отказалась смысле он отказалась ну видите я же вам говорил вот это не можете все не давать вы что согласились тем что он сейчас выпишут восемьсот сорок гривен да я говорю вам бы помог бы бесплатно дал бы адвоката бесплатно поймите вы на деньги ни на какие не попадаете а вот это вот это вот скотина она вам просто забрала у вас эти деньги но теперь ты мне ты хочешь хоть одному я тебе сказал поругайся поругайся там мне вообще насрать на тебя понимаешь смотри просто что может закончиться плохо послушай не пугай меня 345 иди пиши заявление на меня пиши что хочешь не предупреждая не предупреждая законом расовести какому закону а что какой же я закон нарушаю ну ты знаешь какой я закон нарушаю кого ты что ты меня пугаешь я не пугаю беги жалуйся на меня это вы нас а как где в какую норму закона я нарушаю я задаю вопросы разницу чувствуешь ну так и все ты я тебе еще раз говорю ты занимайся разводилом ты у человека сейчас просто показал какое-то видео ему нужен адвокат я решил не нужен это ты человека задерживаешь это ваше субъективное мнение это твое субъективно ты его много на себя взял одевшую форму понимаешь и может только слабых обидеть возможно вот друзья полюбуйтесь то что я и говорил без розяду справа вообще даже ничего не называл воспользоваться тем что человек стал безвыходной ситуацией но естественно я же не могу туда влазить он воспользоваться тем что начал какое какое какой каждый день происходит а ты отдаешь своим действиям что ты отдаешь ну пойди жалобу на меня напиши что ты это ну напиши что ты меня пугаешь поверь 345 первое не зайдет я тебе не угрожаю понимаешь у тебя главное чтоб давление не поднялось ты переживаешь вдруг скоро то главное чтоб тебе скоро не приехал главное чтоб ты в оморок не падал понимаешь когда людей привлекаешь хорошо как я не пойму что вы согласились я бы вам помог но серьезно у меня нет а завтра не скажет что у вас нету брезовика и выпишут вам постановление что-то я не понял что было а где второй экземпляр он сейчас распечатал еще один экземпляр распечатал копию а где копия что ты ему оторвал это реквизиты да реквизиты там должны быть я сейчас сейчас я тут поставлю вот копия нет где его где его бумажка вот его копия а ну покажите где еще остальное а зачем ты ему оторвал что на приколе или что зачем ты ему порвал бумажку послушай но мне не надо рассказывать как должно быть постановление ну а теперь вы просто должны оплатить ему зарплату чтобы у меня зарплату не надо платить понимаете это все равно что это реквизиты вот это вот это вот да если вы пенсионные получиваете потому что там вот это либо трава 24 либо 2 либо куча либо любое наделение либо любое наделение вы заходите распишите друзья вот такой вот проходит роззасправы у этого гаврика даже начала нету согласно 278 нету подготовки нету ничего и он потом будет меня пугать чем-то мы вас не пугаем максимум покажи своим но вы тогда не уедете или огляжие ожота здесь перед машиной mesi он сегодняшних credibility но если스트 один psychologists бюлurn будет он будет но согласно с 3 тысячами глагол газотар была по пятим сfoot будет это плюс битные предоставки мне со сбора посвечен вот это плюс предоставки пожалуйста опасать и будет это нібли нам ваше суслово посвечения потому что я не знаю с кем общаюсь мечети Я хочу с вами общаться. Я говорю, предоставьте, пожалуйста, чтобы я смог ознакомиться всем удобным способом. Будьте так любезны, предоставьте. Мусор предоставь мне, пожалуйста. Мусор предоставь мне, пожалуйста. Ну, не будешь... Не поедете вы. Я не буду показывать. Ну, все, принципиально я. Ну, принципиально хорошо. Пусть сюда руководство едет. Пусть сюда Тор едет с хитом. Спидрозил. Как вы же любите это делать. Да вы жалуетесь, послушай. Вы жалуетесь генералу. И потом покую типа блогеров, якобы бедненького патрульного обидели. Давай еще сделаем со мной, что ты пойдешь нажалуйся. Вообще ты пушку сделаешь. Вообще. Да пусть жалуются. Да и это же, видите, что гроза. Я тебе что... Ну, так возьми состав постановления. Вы кого? Ну, на меня данные ж мои есть, есть. Нет, у меня данные. Зачем мне ваши данные? Чё, ну узнаешь, что у друзей нет. Зачем мне узнавать ваши данные? Ну, я тебя оскорблял? Мне не надо ваши данные. Я тебя оскорблял? Мне ваши данные. Скажи, да или нет. Мне ваши данные. Я оскорблял тебя? Мы с тобой разберемся отдельно. Ты мне угрожаешь? Ты мне угрожаешь? Отдельно просто разберем. Это как? Ну так, в следующий раз. Когда у тебя будут нарушения, я тебе буду еще восстановить. Так вот, есть у меня нарушения. Вот. Что вот? Что вот? Стоит машина и что? Ну и меня на ней привезли. Я не видел, что вас на ней привезли. У меня нету видеодохода. Нет, я там просто расцениваю, что ты мне угрожаешь. У меня нету видеодохода. Что еще? Ну, у меня есть такое впечатление, что ты мне пытаешься угрожать. А это ваше впечатление. Понимаешь? Есть такое впечатление. Ну, хорошо. А то мы разберемся потом. Может быть, вы сильно впечатлительны? Я же не знаю. Я же говорю, когда будет нарушение, тогда мы будем разберемся. Сейчас я не вижу нарушения. Еще какие-то вопросы? Да. Саживаю по свечению. Я же на камеру не буду показывать. Покажешь? Нет. Да. Мы будем тут сутки стоять. Будем стоять. А не футботик, будем стоять сутки. Ну, все, будем стоять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok